В Сочи на чемпионат мира по керлингу съехались представители 30 стран. Всего за эту неделю на лед вышло более 300 спортсменов. А у сочинцев была уникальная возможность бесплатно наблюдать за играми на льду. Если мы в прошлом году пытались найти применение наших спортивных объектов, пытались максимально увеличить взаимодействие со всеми регионами страны, с международными нашими партнерами, о том, чтобы сюда приехали, то проведение сегодня, после того, как уже спорт-аккорд прошел, чемпионат мира по керлингу, мы считаем, это уже норма. Потому что желающих провести международные события в городе Сочи с каждым днем растет больше и больше. И у нас уже скоро появляется достаточно нормальная, здоровая конкуренция. В последний день соревнований за звание лучшей команды в дисциплине «Сеньоры» боролись спортсмены из Канады и Норвегии, Швеции и Венгрии. Это игроки старше 50 лет, в основном лучшие керлингисты прошлого. Конечно, каждый болел за свою команду. Канадская команда, конечно, сильная, но норвежская все равно выиграет. Она сильнее. Но оптимизм норвежцев не принес в этой встрече положительных результатов. В дисциплине «Сеньоры» у женщин победили канадцы, а среди мужчин – американцы. И вот совсем иная картина в дисциплине «Дабл-микс». Здесь победили европейцы. На первом месте – Венгрия, затем Швеция и на третьем – Норвегия. В отличие от классического керлинга, в команде всего два человека – мужчина и женщина. Возможно, «Дабл-микс» – новый и динамично развивающийся вид керлинга – могут включить в программу Олимпиады. Прекрасное чувство. Чудесно выиграть на чемпионате мира. Мы уже второй раз побеждаем. И счастливы, что идем к этому год за годом. Мужской и женский чемпионат мира по керлингу может пройти в Сучи в 2018 или в 2019 году. Во всяком случае, спортивные чиновники федерального уровня на это надеются. А у российских керлингистов есть время, чтобы основательно подготовиться и удачно выступить на следующих международных соревнованиях.